Сколько их там? Идите отсюда! Это что такое? Стоять! ЧЕГО? Что это? Что это? Стоять! И всем привет, друзья! Вы снова на канале Корнстикс. И в сегодняшнем видео мы продолжаем проходить мод на рассеянии против зомби Fusion Edition, он же Super Hybrid. И мы с вами продолжаем, разумеется, проходить ночь. Кто не смотрел прошлую серию, обязательно посмотрите. На прошлой серии я перешел на ночную локацию и прошел даже два уровня. И сейчас мы продолжаем. И похоже, что я получил гипногриба. Ого, здесь у нас, как видите, ну зомби-гозячек он у нас был вроде как, а вот зомби-футболиста мы его видим впервые. Итак, мне, ребята, вы написали очень много полезных комментариев. Спасибо вам большое! Вот они, те ребята, которые спасли вообще всю обстановку. Потому что ночью здесь, ребята, совершенно другая тактика. Здесь все совершенно по-другому и даже атмосфера немножко другая. Итак, давайте возьмем пару вот таких вот оригинальных растений. Не будем брать имитаторы, потому что они действительно слишком дорогие. Ну, думаю, грохстрел можно, в принципе, взять. Итак, мне написали то, что, оказывается, можно посадить вот этих маленьких грибочков на одну клетку, а затем посадить на них сразу подсолнух. И таким образом я не буду по очереди садить вот таких вот маленьких солнечных грибов. Я сразу получу три солнечных гриба. Вот в таком случае действительно они очень-очень выгодные. И здесь как бы без вопросов. Окей, я буду обязательно так садить. Вот только вопрос. Если я буду своих маленьких грибочков, спори грибов, использовать в качестве солнца, то чем я буду вообще защищаться? В принципе, мину можно использовать, да? Наверное. Да, наверное, пока что давай мину используем, пока мы будем высаживать наших вот таких вот грибочков. И мне, кстати, интересно, солнечные грибы, когда вырастут, они вместятся все троём в одну клетку? Интересно, как это будет выглядеть. Окей. Сегодня, ребята, мы всё узнаем. И, кстати, кто не видел ещё, не заходил мой телеграм-канал, обязательно зайдите. Там будет ссылка на сайт, где вы сможете скачать мод. И отдельно файл для тех, кому лень заходить на сайт и скачивать. Сразу заходите, сразу присоединяйтесь, подписывайтесь и сразу же, соответственно, скачивайте вот этот наш любимый Fusion Mod. Так, всё. Как видите, у меня получается 5 умножить на 3 15 солнечных грибов. Это получается, как если бы я посадил обычных подсолнухов на вот таких вот 3 ряда. Так, 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 что-то я, что-то я медлю. Так, и ещё, смотрите, дымогриба. Мы его сможем, мы это сразу на прошлой серии увидели. Мы его можем, оказывается, посадить. Так, осторожней. Давай здесь орешка посадим. Мы его можем посадить на 3 грибочка. И, как видите, сразу же здесь у нас выставляются споры грибы. Так, ещё и дымогриб. Вот так вот получается. Так, здесь давай то же самое сделаем. Хоп. Это отличный способ для того, чтобы получить больше вот таких вот грибочков. Потому что их действительно очень мало и не хватает. Так, ну что-то он очень-очень долго убивает этого зомбаря. Куда? Так, 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 что-то они разогнали совсем. Так, здесь давай используем гипногриба. Интересно. Ну, как видите, он действительно... Опа, смотрите! Солнечные грибы выросли. И, как видите, они действительно вмещаются всё-таки в одну клетку. Так. Давай. Кстати, его... А, смотрите, его можно посадить на грибочков. Давай сюда. Теперь у меня получаются маленькие грибы. Наполовину грибы, наполовину орехи. Выглядит, конечно, странно. Но я думаю, у них защита не такая уж и большая, как у обычного ореха, да? Куда, куда, куда? Не убивай! Блин, всё-таки съел собака. Успел съесть. Так, ну здесь по-любому гипногриба. Отлично. Сверху всё очень плохо. Ну ладно, сейчас всё восстановим. К счастью, у меня есть перчатка, благодаря которой я могу ускорять весь процесс. Так, смотрите, эпичная битва. Зомби-футболист против зомби-футболиста. Кто же победит? Так, ну давайте поддержим нашего, чтобы наш победил. Потому что я хочу... Я, конечно же, за своих болею. Ай, блин, к сожалению, вражеский съел. А мы его давай тоже на светлую сторону переведём. Всё, теперь он тоже наш. Ой-ой. А, у меня же есть этот, имитатор, к счастью. Вот для гипногриба имитатор очень-очень даже кстати. И, кстати, смотрите, так как мой дымогриб высаживает сразу же маленьких грибочков, спори грибов впереди, мы можем ещё и сюда высаживать дальше дымогрибов. И таким образом повсюду здесь высадить этих дымогрибов. И у меня будет огромный сад грибов. Так, и давай, наверное, ещё куда-нибудь сюда, давай сюда высадим стена... Орехогриб, вот. Ореховый гриб, ореховый гриб, так и будем называть. Ореховый гриб. Так, всё. Ну, как видите, огромный сад грибов. Выглядит, конечно, прикольно. Выглядит очень здорово. И давайте ещё сделаем... А, я ещё могу с горохострелом их объединить. Это, получается, у меня они будут как обычные грибы, только они ещё и могут стрелять далеко. Да, как видите. Ну, в принципе, неплохо для... Не знаю, когда можно использовать. В принципе, есть дымогрибы и... Мне кажется, в принципе, можно и без них обойтись спокойно. Так, что-то я здесь не туда немножко посадил орехов. Ну, давай сюда вот. Ой-ой-ой, что-то их очень много. А, так это уже финальная волна. Смотрите, я могу поставить маленьких. Гипно на маленьких. И, как видите, когда он жрёт, он как бы... Становится маленьким. Так ещё и приходит на мою сторону. Ой-ой-ой, что-то у меня... Экран потух. Это значит, что нужно поставить ноутбук на зарядку. Сейчас. Погодите, ребята. Работает. Да, всё отлично. Мы прошли этот уровень. И смотрите-ка. Видимо, я получил... Какое-то... Какое-то удобрение из сада Зен. Ой, блин, спортсмены одни. Чё вы здесь ходите? Уже ночь. Спать пора. Спортсмены. Так, ладно. Грохстрелы... Ну ладно, давай возьмём. Орёшка обязательно. Мину... Я пока не знаю, буду её ли использовать. Обязательно подсолнух. Гибрида вот этого имитатора можно не брать. Подарок... Вот подарок. С подарком можно будет поэкспериментировать с грибами. Это вообще классно будет. И давайте, наверное, вишню. Чисто на крайний случай, если вдруг в конце или в начале какой-нибудь зомби один подойдёт, как в тот раз. И дойдёт до моей газонокосерки. И я, кстати, могу начать уровень, как видите, даже с пустыми слотами. Так, всё. Начинаем, как обычно. И что ещё мне написали? Мне много-много всяких советов вы писали, ребята. Спасибо большое. Но я, на самом деле, не все запоминаю. Потому что советов реально много. Как видите, две волны на этот раз. Уровни усложняются. Но я, наоборот, рад. Потому что у меня будет больше времени на эксперименты. На создание объединения. Интегрирование, как ещё можно сказать. Одним словом, просто будем создавать салат из наших растений. Ну, в этом случае с грибной салат. Так как у меня, как видите, грибы в основном. Так, так, так. Ну. У вас здесь трое стоят. Вы нифига не даёте. Всё, наконец-то. Вот, отлично. И они, кстати, намного эффективнее, наверное, даже, чем двойные подсолнухи. Потому что здесь их три, а не два. На одной клетке сразу. И мне очень интересно, будут ли они ночью спать. Скорее всего, будут, да. Потому что это, во-первых, мод на первую часть. О, удобрение. А что мне с этим делать? Ну, давай сюда. И чё? Типа я их захилил? Ну, это надо было на орешка, наверное, посадить, да? Так, ну, чё ты там? Всё. Фуф. Я уж подумал, не успеет он. Так, здесь нам нужно будет избавиться от этого. Давай, наверное, зомби-газетчика мы загипнотизируем. Потом разлиться на этих своих же и будет их жрать зомбарей. Так, вот здесь вот обычный зомби. Да, в принципе, с обычным зомби споры груди справляются вообще прекрасно. Так. Ой-ёй-ёй-ёй. Ну, это мы по-любому гипнотизируем. Я этого тоже хотел. Чё-то как-то... Ну, ладно, давай пока что орешком задержим. Пусть похавает. Всё. Грибочков мы сделали солнечных. Дальше идёт вот этот газячек. Ну, с ним, я думаю, мы справимся и обычными грибами. В принципе, ничего использовать не будем. Отлично, как же много солнца. Падает. Ставим сюда. Отлично. Вот, я буду стараться использовать... Садить дымогрибы только тогда, когда... Опа, спасибо. Сюда давай. О, смотри! Он мало того, что захилился, так ещё и стал большим стенорехом. Ого! Вот это реально дело. Вот это годно. Так, вот только... Почему они не достают до моих грибов? Ой, до зомбарей. Так, здесь сверху идёт. Вот здесь повсюду. Они повсюду. Давай, наверное, подарок посадим. Помните, как мы... О, тогда. Отлично, заморозка. Быстрее нужно высаживать. Всё здесь подряд. Ничего страшного, если не всех трёх посадили. В принципе, и так сойдёт. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И вот сюда. Всё, отлично. Давай вот так вот сделаем. Всё, смотри-ка, мелкий футболист сажрал газетчика. Отлично. Вот это то, что мне нужно. Вот здесь вот они до сих пор ходят. Блин, ладно, давай, наверное, поможем. А то вообще, чем... Что-то там... Всё очень плохо. Посадим сюда. Опа, мракогриб. А вот это уже... Слушайте, вот эти удобрения, это прям что-то мега мощное. Это... А ну-ка, я могу, к сожалению, я не могу дымогряма на дымогриба посадить. Короче, удобрение, оно похоже, что... Типа, усиляет моих растений. Это как... Если бы я посадил, например, скорострел на скорострел. Это как бы усиление такое. Ну окей, очень круто. Прикольное сделали. Здесь давай... Наверное, надо было сюда, снизу. А мы можем сюда. И сюда. Ай-яй-яй, смотри, как жрёт. Я вообще не успеваю. Всё, отлично. Что-то с музыкой проблемы здесь. Эу. Музыка то играет, то не играет. Непонятно. Так. Вот этих вот гипнотизированных маленьких... Их очень выгодно использовать именно тогда, когда зомбарей много. И ничего страшного, если вдруг они как бы меньше и слабее. Факт, что ты, в принципе, их победишь. Всё. Вот, отлично. Отлично, всё работает. Не ешь моего... Он чуть не съел моего мракогриба. Ох, как бы я был зол сейчас, если бы он это сделал. Тебе повезло, что ты это не сделал. Ой-ой-ой. Мне дали удобрение, я даже не заметил. Всё, отлично. Минус в том, что здесь как бы у нас ходят повсюду вот эти прыгуны, которые могут перескакивать через моих зомби. Ой, моих растений. Каких зомби. Господи. И как бы... Ты видел, они только что не съели... Чуть не съели моих растений. Так. О, томат. А я совсем забыл про тебя. Что-то с этими грибами уже про старых растений забыл. Так, что-то у меня... Смотри, там сзади мракогрибы... Дымогрибы стоят без дела. Давай, наверное, их всё-таки переставим сюда. Так, перчатка, блин, очень долго заряжается. Прям, наверное, самый полезный предмет в игре. Хоп, отлично. Так, ну уровень, в принципе, в целом довольно лёгкий. Согласись. Особенно с вот этими удобрениями. С гипногрибом. Прям становится намного легче. Так, куда используем? Ну давай попробуем сюда. Блин, мы это уже делали. Зачем я это сделал? Ё-моё. Я посадил удобрения на этих споригрибов, и ничего не произошло толком. О, я так могу на... Что? Что так что произошло? Я посадил гипнотизера на дымогриба, и что-то он сразу пропал. Я бы мог просто его посадить, и было бы то же самое. Но я бы не потерял своего гриба. Ладно. Не понял. А куда подевались два моих мракогриба? У меня здесь... Вот здесь вот. И вот здесь вот стояли два мощных гриба. И один из них был даже ледяной. Что за... Что за ерунда? Блин, вот, конечно, было бы очень полезно взять с собой... Ну, если бы у меня, конечно, был тыква. Оно было очень сейчас... Очень кстати. Да идите вы оттуда, спортсмены. Вам здесь не место. Боже мой, как же они бесят. Не дай бог, я сейчас еще и проиграю. Так, ну, проиграть я ни в коем случае не должен. О, боже, что я опять сделал? Что со мной происходит? Ладно, давай, наверное, здесь вот в конце высадим гороховых... Гороховых грибов. Чтобы они наносили дополнительный дамаг. Так, гипнотизированный дамагриб. Ерунда какая-то на самом деле. Ты тратишь сколько? 150 солнца? Ну, при условии, конечно, что ты используешь как бы оригинал. Ё-моё, сколько их там? Сколько их там? Идите отсюда, это что такое? Что за... Вот это, блин, я понимаю, зомби-апокалипсис. Сюда. Ну, вот, конечно, уровень прям, видно, создан для вот таких вот маленьких гипнотизеров. Ну, как видишь, я справился. И там еще мелкий футболист бежит. Отлично. О, трусливый гриб. Наш любимый. Наш... О, а это что такое? Смотри-ка. Это что, растение на логотипе игры, когда мы только-только заходим? И помнишь, в прошлой серии вот здесь была как бы свободная клетка, которая... Ммм... Которая была пустая совершенно. И как видишь, здесь заполнил вот этим растением. Окей, давай попробуем ее взять. Вот так вот, вот так вот. Так, так. Ну, и что еще можно? Вот этого можно, в принципе, не взять, не брать, потому что у меня есть... Ммм... Очень много, как тогда. Погнали. Я сразу же могу и заинтегрировать. Ну, давай... На данный случай пока что не будем рисковать. Потому что мне сначала нужно обеспечить достаточное количество солнца. Вот как видишь, в оригинале... Уровни длятся не так уж и долго, как здесь. И музыка здесь... Постоянно повторяется, повторяется, повторяется. И это как-то странно выглядит. Так. Ой, блин, я мину не взял. Ну, елки-палки. Ну, вот зачем я взял подарок, когда я мог взять мину? Скажи мне, пожалуйста. Ладно. У меня зато есть трусливый гриб. А, ну, в принципе, зачем брать мину, если есть он? Логично, логично. Тем более, мина пока зарядится. А его использовать здесь, в принципе, очень даже кстати. Ты у меня давай не беги. Беги, иди спокойно. Не торопясь. Никого мы здесь, ни от кого не убегаем. Мы, в принципе, все здесь спокойно у нас. Так, 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 так. Успею, успею. Отлично. Ну, конечно, успею. Вот, видишь? Благодаря тому, что мы посадим сюда, как бы, трех грибочков и еще гипногриба. Мы сможем загипнотизировать трех таких футболистов. Хоть они и маленькие, но ничего страшного, в принципе. Как я уже говорил, факт того, что мы уничтожим, это уже хорошо. Давай, попробуем использовать вот это растение, которое было на логотипе. Я бы хотел использовать на орешка. Отлично. Здесь мы гипнотизируем. Вот, гипноз очень полезен именно в таких ситуациях. То есть, если мы днем использовали в основном вишню, когда, вот, допустим, один зомби пройдет и чуть не сожрет меня, то здесь очень спасает гипногриб, да. Так, ну что, давай уже используем. Что я жду? Цветок какой-то огненный, как видишь. Мне интересно, он дальний или ближний? И что он вообще делает? Что он из себя представляет? Хоп, отлично. Так, трусливые грибы. Давай посмотрим, если его посадить на... А, ну здесь то же самое, как с дымогрибом идет, да? Не понял. Что это было? Он пропал, он мне дал немножко солнца и... И оставил после себя вот этот корм. А, смотри, мы можем... Мы можем садить мракогрибов за высокими орехами, чтобы те скакуны не перепрыгивали через маленьких орешков и не сжали моего мракогриба. Отличная идея, просто гениально. Все, сюда. Этот бежит застранец, а мы здесь давай загипнотизируем. Ну ладно, ничего страшного. Как же у меня много солнца, ты посмотри. Все, давай вот чисто будем сейчас садить, садить, садить. А то, блин... Что-то я особо... Так, давай посмотрим, он вообще атакует или нет? Я что-то не понимаю принцип этого растения. Хоп. Ой, блин, что я делаю? Вот так вот, все. Так. Нужно больше мощи. Грибы, они, конечно, их много, но их минус то, что они очень слабые. Количество есть, но особо нету силы. Блин, вот мне надо было... А, подарок-то у меня есть. Подарок есть. Все, отлично. Быстрее, быстрее, быстрее. Гипноз. Дабл гипноз. Зачем? Так, сюда. Что я делаю? Быстрее, быстрее, быстрее. Все, вот так вот есть. А, смотри, он в бок высаживает ее. Отлично. Как же это удобно. Какие же грибы гениальны. Слушай. Не надо здесь прыгать. Ой, начинается движняк, начинается динамика. Эм. Вот это давай. Ага. Что-то он мне особо не помог. Ну, ладно. Все, сюда. Снизу у меня вообще ничего почти нет. Здесь у меня, как видишь, мрака грибы. Можно, наверное, даже вот сюда на еще одну клетку сдвинуть. Давай таки сделаем. Здесь подарок. Укрепим их. Отлично. Ледяной попался. Как раз будет разнообразие. Один огненный, другой ледяной. Огненный это, видимо, улучшение на этого. На улучшение чили. Перчика чили. Да, да, да. Так, сюда. Все, отлично. Смотри, как хорошо. Мне ночь даже нравится, начинает нравиться больше, чем дневная локация. Давай, чисто по приколу сюда посадим. А, блин, я забыл. Я не могу посадить. Мне нужно сначала маленькие грибы посадить. Я хотел посадить этого орешка на споре грибов. Но мне нужно сначала, видимо, посадить их. А потом уже наверх. Орешка. Блин, он мне долго заряжает, к сожалению. Ну, давай чисто, чтобы было в таких вот грахострелов. Давай вот так вот сделаем. Отлично. Наверное, можно даже и не использовать таких вот маленьких. Они как бы не особо полезны будут. Смотри, как у меня много солнца. Вот вроде как много не занимают. Всего лишь один ряд. А как много солнца, это вообще, блин, очень-очень хорошо. Смотри, я так понял, видимо, чем больше зомби находятся возле этого красного цветка, огненного, точнее, тем больше солнца он мне даст. Я правильно понял? Нет? Как же их-то много, ну, ё-моё. Так, ну, из-за того, что у дыма грибов сплэш, они могут уничтожать сразу нескольких зомби. Они, как видишь, уничтожили всех спортсменов за раз. Хоп. Вот это взрыв под конец. Блин, надо было подарок почаще использовать. Как видишь, у меня здесь атомные споры грибы появились. Но это уже, конечно, будет чуть попозже. Опа, ледяной. Вот ледяной, вот с ним столько интеграции существует. Это чё за каратист такой? Это, видимо, улучшенная версия прыгуна. Его костюм, на самом деле, напоминает вот этот костюм танцора, типа Майкла Джексона, да. Всё. Как видишь, грибов у нас всё больше и больше. Даже не стоит солнца на... На вот этих вот дневных растений. Ну ладно, обязательно берём подарок. Солнце. Вот это, в принципе... Ну ладно, давай возьмём, раз у нас... Он всё же дан. И что можно ещё использовать? Ну давай вишню. Чтобы взрывать их в куче. Орех я решил не брать, потому что... Потому что вот так вот. Блин, а надо было, по идее, взять. Ладно. Ого, видел, как дали сразу? Прикольно. Такой фонтан солнца получается. Хоп. Вот вначале я днём любил использовать всегда мину, ты знаешь, наверное. А здесь я буду использовать вот таких вот. Если в оригинале мы использовали маленькие споры грибов, чтобы уничтожить начальник зомби, то здесь нам нужны... Нам они нужны для того, чтобы посадить солнечных. Так, газетчик, газетчик. Так, вот же ж. Хорошо, что хоть не гороховый газетчик. Тот самый, который взрывал у нас всё в предыдущих сериях. Если не смотрели, то ссылка будет... Ссылка на полный плейлист прохождения мода будет в описании. Вы действительно заходите. Так, что-то рановато ты мне дал. Так, ты ведь не будешь сейчас прятаться, да? Пожалуйста, не прячься. Всё, отлично. Я, к сожалению, трачу слишком много солнца на... Трусливых. Поэтому мне нужно сейчас выделить отдельно для солнечных грибов. Так, ну как же он быстро идёт? Да ёлки-палки, я не туда посадил. Ладно, давай ледяного посадим. Всё, отлично. Я ещё и этого проглазил. Так, футболист идёт. Ну здесь вот чисто используем... Гипнотизёра и всё. Вообще никаких проблем не будет. Всё, отлично. Смотри-ка, как он быстро бежит. Мне кажется... Мне кажется, он не должен так быстро бежать. Странно, странно. Так, здесь вот так вот делаем, как обычно. И сейчас давай используем вот таким вот образом. Смотри-ка. Если я высаживаю дымогриба, то он не... Как бы высаживает моих маленьких спори-грибов вперёд дополнительных. А вот этот вот трусы-гриб, он высаживает их вбок. Ну вот ты видишь, да? Здесь у меня три, здесь три. Это очень-очень классно. Если они у меня будут с обеих сторон по большому количеству, то, как видишь, они высаживаются вперёд. То есть здесь как бы соблюдается количество. Мы ничего не теряем, мы только в плюсе. Так. Давай попробуем посадить вот так вот. Вот такие вот маленькие. Ну, как бы, зачем они мне? Ну, наверное, давай ещё ряд трус-грибов. В принципе, нормально будет, думаю. Так, 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 куда бежишь? Солнечного, ой, огненного цветка. Которая на логотипе. Всё, отлично. Как много солнца. Это, получается, солнце, которое мне даёт, если зомби проходит через него. Отчего? Не, я так и не понимаю его механику, а как он работает, в принципе. Дыма грибов у меня пока нет, поэтому вот это удобрение, я не знаю, когда его использовать. Ладно, давай сюда посадим. А, смотри, он всё-таки пропал, пропал удобрение. Ну, в принципе, это и было ожидаемо. Не будет же она там вечно стоять. Хоп. Всё, отлично. О, господи, ну как же, сколько их там? Сколько их там? Куда бежишь? Стоять. Чего? Что это? Что это? Стоять. Стоять. Они у меня все спрятались из-за того, что трусливые грибы. Зачем я посадил столько много? Стоять. О, господи, что? Что происходит? Я даже... У меня просто нет слов. Просто нет слов. Так, его надо по-любому взрывать или гипнотизировать. Что этим надо делать? Смотри-ка, он перепрыгивает и автоматически ставится вот такие вот мелкие. Ну, всё это, ребята, это ГГ. Я проиграл. Чисто из-за вот этого спортсмена. Ещё посадил повсюду этих трусогрибов. И тупо все спрятались. И защита вообще не работает. Не, ну... Это просто жесть. О, боже мой. Смотри, его лучше всего сразу же взрывать вишни. Либо, как я, помнишь, любил это делать, высаживал мину. Затем её с помощью перчатки переставлял и взрывал. Я также и делал с... Зомби-газетчиком с горохстрелом на голове. С вишнёвым горохстрелом. С супер-вишнёвым горохстрелом на голове. Блин, как же вот не хватает. Ладно. В принципе, вот этого брать не обязательно. И даже дымогреба, я бы сказал, не обязательно брать. Возьмём вот это и вот это. Всё. Вот это идеально. Идеальный набор семян. Опа, смотри. Оказывается, если я посажу удобрения на солнечных грибов, то они у меня сразу, мгновенно вырастут. Отлично. Так, а вот здесь вот не очень хорошо. Всё. Будем использовать обязательно вот этого гипнотизера на тройных грибочков. Потому что это очень выгодно. Я просто могу посадить сюда. С помощью перчатки перенести. И там проблемы решу и здесь вот. Так вот, ребята, вы мне напишите в комментариях, если вы вдруг знаете. А я уверен, что вы знаете. Как вообще работает этот цветок? То есть, он мне даёт солнце в зависимости от того, сколько зомби находится возле него. Или вообще чисто на рандом. То есть, я вот его сажу. То есть, я его вот высаживаю. Стоять. Блин, успел всё-таки. И что он стоит? Его жрут. Тогда он мне где-то 6 штук солнца дал. А сейчас вообще ничего не произошло. Так, ой, её что-то в группу пишут. Вот видите, ребята. Как видите, в группу мы можем переписываться. Вы можете что-нибудь спросить у меня. Я отвечу. Поэтому обязательно приходите в телеграм-группу. Будем обсуждать моды. Будем обсуждать дальнейшее развитие канала. И вообще, возможно, я буду задавать некоторые вопросы. По типу, что мне играть, допустим, после того, как я пройду суперфьюжн. Мод. Точнее, супер-гибрид. И будем устраивать, возможно, некоторые голосования. Не возможно, а 100% будем устраивать голосование. Поэтому вы можете принять участие в различных голосованиях. И стать частью создания этого канала. Вот так вот красиво. Так, 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 красиво. А здесь-то у нас что происходит? Красиво, блин. Здесь-то у нас что происходит? Будет сюда. Здесь повсюду у нас гипнотизеры. Их мы, в принципе, и оставляем так. Вот этих я боюсь использовать, в принципе. Потому что, ну, ты видишь, они в любой момент могут спрятаться. И в любой момент, как бы, подставить меня. На крайний случай, чисто здесь посадим ряд дымогрибов. Потому что, если вдруг пойдут какие-нибудь зомби, они будут рядом. Вот эти все трусливые, они у меня спрячутся. И некому будет вообще защищать лужайку. Так, снизу вообще никого нет. Ну ничего, мы это исправим. Хоп, все. Ну, что можно сделать? Я даже не знаю. Вот этого взрываем! Нет! Да, успели! Все-таки я не расставил от этих своих тварей. Так, все, отлично. Когда они будут бежать, то мне нужно сразу среагировать. И уничтожить его миной. Мину давай я заранее высажу сюда. Для того, чтобы потом перчаткой его перенести и уничтожить его. Вот видишь, смотри-ка! Если бы у меня здесь были тоже трусливые грибы. То, к сожалению, все бы окончилось печально. Сюда давай его. Солнце мне дает, как видишь. Очень много солнца. Не, не так уж и много, на самом деле. Тогда мне вообще 6 давал штук. Маракогриб. Вот так вот. Вот так вот. И... Так, давай-ка я... Черт! Туплю, туплю! Ааа! Вот в таких результатах нельзя ни в коем случае тупить. Когда вот бежит какой-нибудь быстрый. Я хочу... Мне сразу в голову несколько идей приходят, что можно сделать. Но по итогу я ничего не делаю. И... И просто просираю катку. Так, опять битва двух футболистов. Но здесь по-любому выиграет в оранжеский, к сожалению. Так. Знаешь, как я еще сделаю? Я вот здесь вот ряд сделаю дымы грибов. Вот здесь у меня будут... Вот такие вот мракогрибы наши любимые. Стоять. Стоять. Гипнотизируйся. Отлично. Вот самая имба, наверное, это гипно... Маленькие гипногрибы. Так. Не смей! Отлично! Вот так вот надо действовать. Взорвались со двоих. А как же у меня много солнца? Смотри-ка! Я могу объединять... Вот эти... Боже мой! Спора гриб... О, боже мой! У меня все в голове перепуталось. Я могу объединять... Жирного гриба с трусливым. А ну-ка! А у меня будет прятаться? Мне интересно. Смотри-ка! Он у меня храбрый. Он вообще не прятится. Это очень хорошо. Он наносит урон так же, как и... Обычный дымогриб. Так еще и... Не прятится. Хотя, в принципе, какая разница между обычным дымогрибом? Какие же дальность у него? Не особо больше. Ладно. Это еще мы подумаем использовать. Будем использовать или нет. Ну, давай, в принципе, вот этих рассадим повсюду. Мне уже обязательно этих... Спор грибов. В принципе, они нужны только тогда, когда... Когда солнца нет. А грибы нужны. А здесь у нас солнца дофига. Грибы нужны, но... Не так сильно. Я имею в виду... Споры грибы. Вот здесь, наверное, давай даже сделаем ряд. Обычно я делаю... Как бы в столбик. А здесь давай сделаем в ряд... Моракогрибов. Так-так-так. Здесь не очень хорошо. Хоп. Жрет друг друга. Вот только жалко, что они не могут сразу вдвоем... Съесть вот эти грибы. К сожалению, мы одного, видишь, теряем. По-моему, отлично успели. Как обычно. А, смотри, вот этот вот трусливый дымогриб. Точнее, он уже не трусливый, как видишь. Давай назовем его худой дымогриб. Может стрелять сразу вдаль, как бы. И сразу же... Если вдруг зомби будет близко, то он использует вот этот вот... Ну, то, что использует обычный дымогриб. Вот, как видишь... Ой-ой-ой, что-то... Что-то все очень плохо. Все-таки заспамнил этих тварей. Давай их заморозим. Надеюсь, успеют убить. Вот этих вот главное убить. Не успел засраниться. Ну, ладно. Все, здесь вот так вот делаем. Взрываем. В принципе, у меня уже в голове образовалась примерная тактика, которую мы будем использовать. Хотя, не, не примерная, а уже точная. Что мы будем делать? Так. Ну, давайте уже быстрее. А, я могу еще... А, ну, видимо, мне нужно будет пройти потом мини-игру. Я смогу объединять худых дымогрибов с гипногрибом. И тогда у меня уже будет он мегаимбовый. О, боже мой. Это что такое? Ладно, все. Уровень мы прошли. Ролик уже сколько длится? Сейчас. Так, ролик уже длится, ого, 45 минут. Ну, на этом, наверное, ребята, будем заканчивать. Мы прошли три вот этих уровня. Получили удобрение. Получили лизинового гриба. Как видишь, трюсливого гриба. Еще новой интеграции, разумеется. И на этом мы будем заканчивать. Ого, смотри-ка, после обновления. Ну, как видишь, это новая версия 2.1.3. Только здесь не написано. И, кстати, скажу честно. Перед началом записи, когда я только зашел сюда, я, идиот, зашел вот сюда вот. И начал здесь тыкать кнопки. А ты знаешь, наверное, эти кнопки нужны для того, чтобы либо сбросить прогресс, либо перейти на те уровни, которые я еще не проходил. Короче. И весь мой прогресс стерся. И я вот эти все уровни заново перепроходил. И я, естественно, мега устал в это играть. Поэтому будьте очень осторожнее. И вообще, лучше выучить китайский уже, как видишь. Спасибо всем за просмотр. Обязательно переходите на мой телеграм-канал. Вы были на канале Корнстикс. И всем пока.